Программа подготовлена в рамках общественного заказа совместно с Apple в студии, работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, фейсбукорежиссёр Родион Золотарёв помогает нам. Сегодня хотим обсудить с вами следующую тему в Google Maps. Памятник освободителям Риги называется «Памятник, цитирую, оккупантам Риги». И на это обратили внимание пользователи сети. Как выяснилось, ещё 12 июля памятник Google Maps уже назывался «Памятник оккупации». Как именно происходит это переименование, неизвестно до конца. И Google не комментировал, по крайней мере, пока происходящее. Также депутат Национального объединения Янис Домброва прокомментировал в Твиттер переименование памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. И по его словам, если памятник, как он сказал, колонизаторам сносит по всему миру, то не пора бы, может быть, и Латвии задуматься о сносе монументов в Пардаугове. Да, но здесь важно отметить, что когда первый раз в Google Maps появилось название «Памятник оккупантам», затем, в том числе и благодаря усилиям посольства Российской Федерации, вернули в Google Maps первоначальное название и снова его название поменяли. Видимо, там есть какие-то алгоритмы, которые учитывают количество обращений, желающих переименовать памятник, и, соответственно, система таким образом работает. Кстати, если нас слушают программисты и специалисты в этой отрасли, не могли бы вы объяснить, как все это устроено и как это происходит? Ну и также мы, конечно, обращаемся к нашим слушателям, что вы вообще думаете об этой виртуальной войне, которую сейчас ведут пользователи интернета, в частности, на платформе Google Maps, и как вы относитесь к заявлениям депутатов Латвийского Сейма, в том числе господина Домброва, который высказывает такие мнения, учитывая, что памятник находится под защитой международного права, и соответствующий договор был заключен между Россией и Латвией, и памятник, ну, по крайней мере, официально так было объявлено, и со стороны МИДа сносить никто не будет. Тем не менее, это риторика, это дискуссия, даже не дискуссия, эти призывы, наверное, так это правильно было бы сформулировать, они звучат достаточно регулярно, в том числе от представителей латвийской власти. Да, мы вас слушаем, здравствуйте. Добрый день, Олег. Да, Олег. Ну, напомним историю этого памятника. Я лично принимал участие в сборе средств, этот памятник. Значит, этот памятник был построен в том числе и на пожертвования. Каким образом это собиралось, это другой вопрос, да. Но никого не гнали на работу в этот день. Если кто-то ходил, то, извините меня, свой червонец я именно отдал, трудясь на предприятии бесплатно. Это раз, да. Если хотите сносить, верните деньги, Зин, как говорится, да. Второе. Смотрите, сейчас вот, например, что произошло в Турции, да, значит, с известной, так сказать, теперь уже мечетью, да. Святой Софии собор. Да, да, бусульмане, значит, в свое время захватили страну, да. Я еще понимаю, если бы они сразу снесли эту, так сказать, святыню христианства, да, и построили бы там на своем месте, на этом месте свою мечеть. Это я еще понимаю, да. Но получилось так, значит, они переделали ее в мечеть. Построили не на рифты. Значит, в соответствующее северское время тут, 80 с лишним лет назад, решил там их руководитель все-таки так делать нельзя, да, потому что это христианская святыня. И сделал музей, и так далее. Дальше смотрим. Памятник красным латышским стрелкам, да. Все один к одному, да. Памятник красным латышским стрелкам строился именно памятник красным латышским стрелкам. Что из него сейчас сделали? Музей оккупации. Ребята, построите музей оккупации где-то в другом месте. Это я понимаю. Но переделывать памятники, да, так сказать, под свою нужду в данный момент, да, вот это все, вот это все, что я перечислил, это называется подлость. И люди, которые этим занимаются, соответствующие подлецы. Понимаете? Никого я не обзываю. Посмотрите, словари, что такое слово подлость. Вот это... Да, Олег, мы вас не отключали. Да, вы у нас на связи показываете нам телефон. Ну, мысль понятна. Спасибо, да, что позвонили. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, высказывайте свое мнение. Кстати, о памятнике стрелкам. Он изначально действительно назывался памятник красным латышским стрелкам, потом стал просто памятник стрелкам. Ну, в общем, до сих пор стоит. И, кстати, Раймонд Паулс, если не ошибаюсь, в свое время даже написал произведение, посвященное красным латышским стрелкам. Так что в этом смысле есть не только такой рукотворный памятник, но и, как это правильно сформулировать, культурный, наверное, тоже. Наверное. Но что касается высказываний Домбровы, не знаю, насчет подлости, конечно, можно давать разные эмоциональные оценки. Мы призываем наших слушателей быть корректными. Но, по-моему, эта история уже стара как мир, все эти высказывания. И действительно, вот некоторые пользователи в Твиттере обвинили его в предвыборном популизме. Ну, как раз кто-то и поддержал, между прочим, снос, кто-то обвинил в популизме. Вот, например, один из пользователей написал, что вместо реальных дел предвыборные лозунги. И на этом все закончится. Но возьмите тогда молоток и лом, и начните долбать с одного угла. Многие из нас присоединятся, написал он. Но действительно, в данном случае, я думаю, Домбров понимает, что он ограничен, наверное, в действиях. Но высказываться и в данном случае, наверное, провоцировать, в том числе и создавать информационный повод, таким образом, может. Но здесь тоже, мне кажется, вопрос, как посмотреть. Потому что фактически это призыв к вандализму. И если начать совершать такие действия, даже призывать совершать такие действия, то, в общем-то, он теоретически попадает под статью. Понятно, что, наверное, на такие высказывания отдельных депутатов у нас смотрят сквозь пальцы. Но в целом, в общем-то, попытка, допустим, делать что-то, как-то повредить памятник или призвать повредить памятник, это уже вандализм. Кстати, отмечу, что в свое время, в начале 90-х, в том числе Игорь Шишкин, такой известный латвийский, латышский националист, так он себя сам, во всяком случае, определял. Он пытался взорвать вместе со своим приятелем памятник, но в итоге погиб тот, который пытался взорвать. Шишкин потом сел в тюрьму. Так что попытки такие предпринимались. И сейчас мы, кстати, наблюдаем, что параллельно с той такой грозной воинственной риторикой со стороны того же Домброва и его приятелей, мы видим, что, в общем-то, достаточно много людей начинают, наоборот, пытаться как-то облагородить территорию около памятника. Понятно, что здесь можно что-то списать на предвыборные инициативы отдельных политических партий. Здесь как раз тоже предвыборный популизм. Не без этого, безусловно. Кто-то пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы заработать политические дивиденды. Но, тем не менее, я уверен, что есть много людей, которые искренне хотят что-то сделать. И если появляется такая инициатива, люди идут и делают это от души, потому что не все, в конце концов, баллотируются. Да, не все баллотируются, но выкладывают то, что сделали в соцсети, как правило, те, кто баллотируется. Ну, это понятно. Ну, надо отметить, да, что в 2019 году осенью на памятнике освободителям Риги от немцев в Пардаугове появилась надпись «Окупанты» на латышском языке. Ну, она была сделана баллончиком с белой краской, позже ее стерли активисты. И, в целом, за последнее время была история с сбором подписей на Манабал Селве за защиту памятника. Сначала о сносе памятника. Она очень долго собиралась, эта инициатива. 10 тысяч подписей довольно долго собирались. Потом буквально за какой-то короткий срок собрали подписи против сноса памятника. И, в целом, как-то это все 9 мая только оживает, эта тема. Но Домброва решила вот сегодня, 24 июля, эту тему снова актуализировать. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Дмитрий. Да, Дмитрий. Женое время для тебя. Вас услышу. Да вот, сегодня мы решили внезапно появиться. А я вас ждал. Так, что касается памятника, я уже говорил, довольно нейтральный политический человек в плане того, что неактивный, да, мало того, что я не гражданин, так и, в принципе, не вижу смысла тут копошиться. В Латвии ничего не изменится, поскольку преимущество просто в количественном составе и бессмысленность остальных действий. Но что касательно памятника, я считаю, что вот это будет как раз-таки та самая русскоязычная, русская красная линия, за которую не перейдут они, они не смогут. Просто, ну, потому что вот лично я, как мужчина 40 лет, здоровый, полный сил, я говорю, что я встану, около этого памятника и буду стоять, если какая-нибудь сволочь поднимет на нему руку. То есть должно хватить людей благоразумие. Я надеюсь, что там люди, которые сидят наверху, они должны понимать, что это вызовет, конечно, большой, не то что резонанс, это вызовет какой-то конфликт между общинами. Радикалы есть со всех сторон, и с нашей стороны, и с противоположной стороны. Я склонен считать, что мы противоположные стороны, потому что, ну, иначе люди, которые не могут найти компромисс в таких вещах, ну, они рано или поздно столкнутся, да, и вот этот вот Домброва, скажут определенные, не неопределенные группы лиц, да, которые присутствуют в обществе, но я очень верю, что наверху они понимают, что это может привести, ну, до ситуации, как было с бронзовым солдатом в Таллине, да, и я думаю, что здесь будет ситуация несколько даже хуже, поскольку русских здесь больше, и мы уже настроены более радикально, учитывая опыт, скажем, Украины и так далее, да, вот, поэтому я их очень настоятельно им не рекомендую этого сделать, потому что это приведет к крови с обеих сторон, ну, а это никому не нужно, я что-то там. Да, спасибо вам, Дмитрий, но, кстати, интересно, что после бронзовой ночи Эстония сделала выводы, и, в общем-то, они стали гораздо более продуманную политику проводить в отношении русскоязычных, и мы видим сейчас, что Эстония, кстати, далеко вперед ушла в этом смысле по сравнению с Латвией, потому что даже на уровне медиапространства то, что было в Латвии там до 2014 года, или там до, в общем-то, было больше там и русских газет, и русскоязычных СМИ и так далее, и тому подобное, и, кстати, коллеги из Эстонии, которые приезжали, они говорили, что мы вам в какой-то степени завидуем, потому что рынок больше, сейчас ситуация изменилась как раз на противоположную сторону, Эстония стала инвестировать, в том числе и государственные средства в создание СМИ на русском языке, у них есть свой телеканал этого, плюс большой профессиональный телеканал, и это очень правильный шаг, на мой взгляд, был, ну, не говоря уже о том, что у них есть общественное радио тоже на русском языке и так далее, и тому подобное. У нас же, наоборот, политика, у нас вроде тоже что-то есть, но все это таким образом создается и подается, что вот в любой момент мы можем вас закрыть и так далее, и тому подобное. И как раз в этом смысле Эстония далеко вперед ушла, там много нюансов, но тем не менее мы видим, что выводы из бронзовой ночи Эстония сделала, мы же, к сожалению, пока никаких выводов не сделали, а вообще все это нагнетание истории вокруг памятника, я с вами согласен, что я думаю, что эту черту власть не перейдет, потому что если они пойдут с бульдозерами на памятник освободителям, это приведет действительно к очень серьезным последствиям, и даже люди спокойные, лояльные относительно, ну, что лояльность, это вообще мне до конца непонятно, но тем не менее будем думать, что как бы это люди, которые там хорошо относятся, в том числе и к власти, они тоже могут выйти, потому что это та черта, за которую уже может подняться вся община, и, соответственно, это приведет действительно к серьезным проблемам. Но спекулировать на этой теме националисты, например, любят, потому что это просто, потому что это эмоционально, и потому что они находят отклик у своей аудитории. Вот мы в очередной раз скажем о том, что этот памятник надо снести. Ну, вот такие виртуальные бои тоже ведут на уровне Google Map, да, как мы его назовем, так или так? Ну, можно, конечно, провести параллель с Эстонией, а можно с Литвой, где как раз есть Грутос Парк, там собраны памятники советской эпохи со всей Литвы, и находят там 20 гектаров, если я не ошибаюсь, огромная площадь, да. Но это другое все-таки, потому что там, я был в этом парке, там в основном, кстати, памятники Ленина стоят, и каким-то советским политическим деятелям, в том числе Компартии Литвы, это другая история, здесь все-таки символ, и что касается, во-первых, военного времени, во-вторых, все-таки памятник освободителям Риги, он, как мне кажется, стал символом в том числе и русской общины, то есть это такое место сборки, и понятно, что он уже воспринимается как некий символ вообще русских, многих русскоязычных, русских, кто здесь живет, поэтому он уже больше, чем просто памятник советской эпохи, он уже, в принципе, не памятник советской эпохи, как мне кажется. Ну, это как минимум, да, действительно место сбора, такое символичное, мы об этом, кстати, говорили с представителем 9 МАЛВФ перед праздником Победы, мы говорили о том, что действительно для многих русскоязычных жителей Латвии прийти туда, это как вот, не знаю, свою идентичность подчеркнуть, что ли, не забывать свои корни. Ну, да, есть у нас еще звонок, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Вот после того, как она сказала, что памятник освободителей сравнил с местом, ну, если там, где все эти памятники установлены, как вы, Владим, правильно сказали, мне хочется она у вас просто спросить, а вы вообще за кого? Почему они должны быть за кого-то? Я звоню вообще вам по другому поводу. Я вам хочу предложить вариант в 6 часов вечера, до выборов, приглашать какого-то депутата каждый день одного, и пусть они рассказывают о своих планах, планах своего объединения. Это будет, по-моему, в сто раз интереснее, чем обсуждать Доброго или там, Дзинтерса даже, всяких. Все, у них одно и то же перед выборами. Унести памятник, ужесточить вот там песни сейчас вот звучать будут 80% на латышском. Латышский почему-то, а только 20% не латышский, почему 20%? Закроют еще какой-то канал. А вот с депутатами потенциальными интереснее было, может быть, поговорить. Удачи, спасибо. Да, спасибо вам. Ну, депутаты приходят, депутаты уходят, в конце концов. Приходят, а у нас участвуют в обсуждениях. Понятно, что выборы скоро, 29 августа, и, в общем-то, эту тему тоже обойти нельзя. У нас есть программы, где, в общем-то, вы можете задавать вопросы потенциальным слугам нашего народа. Да, например, сегодня, кстати, тоже будут слуги. Слуги будут. Все слуги. Да, и что касается вопроса нашего радиослушателя, то я не знаю, почему вы считаете, что журналист должен быть за кого-то, и если, например, у него, там, не знаю, он ведет программы на русском языке, и русский для него родной, то обязательно он должен симпатизировать какой-то определенной системе. Ну, на мой взгляд, это не так, и я лично выступаю скорее за справедливость и объективность в данном случае. И вот мое сравнение, мы говорим о странах Балтии, и этот пример я привела в контексте стран Балтии и их отношения к советским памятникам в том числе. Ну, вот, что касается памятникам освободителям Риги, например, Вадим Родионов не считает его памятником советской эпохи, хотя в советское время он создан. Да, но я уже объяснил это, что, в общем-то, мне кажется, что он просто стал уже символом, символом в том числе здесь живущих русскоязычных многих, не все. Ну, это технически, технически это памятник советской эпохи. Ну, это памяти, конечно, связанные с советской историей и с историей Латвии, как бы, в общем-то, к нему не относились. Здесь вопрос все-таки интерпретации трактовок, потому что мне не очень концептуально понятна идея того, что это памятник второй оккупации. Хотя, конечно, я считаю, что в 1940 году произошло никакого добровольного присоединения Латвии к СССР не было. Все это было, в общем-то, смоделировано и просто забрали государство. И поэтому в этом смысле моя позиция известна. Но что касается вот этой концепции второй оккупации, я в это не очень понимаю, потому что памятник в данном случае символизирует разгром нацизма и освобождение Риги от нацистских войск. Можно там проводить разные там, почему остались, почему не ушли, но это не об этом совсем история. То есть есть другие дни, другие даты, в том числе трагические даты, связанные с депортациями, которые относятся именно к преступлениям советского режима. Но не этот памятник, на мой взгляд. И поэтому это такая подмена понятий. В общем-то, с ней тоже играют. И националисты очень любят играть с этой подменой понятия, потому что это просто, потому что можно взять, вызвать эмоциональную реакцию в обеих общинах и, соответственно, ты на коне, и все уже говорят только об этом. И мы говорим об этом, да, потому что это важная тема на самом деле, потому что это как в психологии, то есть тема, которую нужно проговаривать. И эта тема, несмотря на ее эмоциональность, она должна проговариваться, потому что как только замолчим, как только перестанем обсуждать то, что у нас болит, это будет где-то копиться, копиться, потому Потому что понятно, что эти темы, они бесследно не проходят. И то, что говорит там Домброва, это задевает людей. И сделать вид, что нас это не волнует, но это волнует все равно. Как бы не относились, как бы говорили, вот, не обсуждайте это, все одно и то же. Нужно это проговаривать, нужно это держать и нужно высказываться на эту тему. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Анна. Да. Вот мне очень интересно, знаете, вы вот все время как бы клонитесь, ну, не вы слушатели, что там эти вот латышские партии, предвыборные, предвыборные. Русские были в Риге у власти 10 лет. И сейчас вот я слушаю, это пара изолета, или правое дело, Петров, памятник так запущен и кругом, и сам памятник, и все там годами ничего не делалось. Ну, простите, уважаемые русские сограждане, если вам он так дорог, вы что, вы там каждый год собираетесь, вы что не видели, а почему раньше такие субботники или Ушитская дума будут... Не, ну делали, Анна, справедливости ради, там бывали субботники, и вне политическое время, вне каких-то предвыборных историй, собираются там люди, делают что-то такое постоянно происходит. Ну, не знаю, делали, делали, но Валерий, вроде его имя, Петров, да, ну, он же обрисовал, что там вообще, он сейчас скоро, ну, что вообще ничего годами не делалось. Так вот, тоже непонятно, это что тоже, что он перед выборами сейчас, ну, извините меня, но вот сейчас он хочет показать и собрать свою, так сказать, сторону тех людей, ну, которые там больше за памятник. Так что обе стороны, да, ну, вот про памятник, ну, я действительно удивляюсь, как он так мог быть запущен 10 лет, за 10 лет уж могли его провести в порядок. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, действительно, наши слушатели говорят, да и в целом, среди тех, кто приходит 9 мая к памятнику со слезами на глазах, говорят о том, что это место нашей вот идентичности, символизма и так далее. Но в целом, я не думаю, что очень много русскоязычных жителей Латвии выходит на эти субботники, ну, сейчас предвыборная кампания, некоторые политики, ну, умело, наверное, манипулируют, занимаются тоже популизмом своего рода и играют на этом. Ну, а что касается тех, кто встанет грудью за этот памятник, они даже наверняка не разу, не пришли, и мусора не убрали окол у него. Ну, посмотрим, сейчас делаем большую перерыву, потом вернемся и продолжим с твойцей с нами. Катру 4 дни пет 2013. клаусетесь рейдийуму «Мазакум тавдийбас». Интересанти и иедвесмоюши веиксмы стасти пар целовекием но цитам властин, которые Латвии узката пар самам мајам. Интервьюз, дискуссийс, апталис, тазвист, тазвист, tieшая етера. Звоните мустищайдэ, ракстите коментарс в Facebook и WhatsApp Катру 3 дни пет 2013. клаусетесь рейдийуму «Мазакум тавдийм» Катру 3 дни пет 2013. катастроф. Проекту финансе «Мэдию адвалста фонсно» Латвии Свалст буджета лидзиклем пар проекта «Мэлл контролла саттару» Атбилд Сия РНР ЛТД Вы слушайте Радио Балтком Мы продолжаем эта программа интерактив Сегодня мы днем выходим Программа подготовлена совместно с Apple В рамках общественного заказа Говорим мы сегодня о памятнике освободителем Баталии разворачиваются на виртуальных площадках В частности на платформе Google Map Где его постоянно переименовывают То он становится памятником оккупантом То опять возвращается к своему первоначальному названию Памятнику освободительной риги Сейчас снова называется памятник оккупантом Видимо там какие-то алгоритмы Судя по количеству запросов Как-то меняют это название Кстати, если нас слушают специалисты в IT-отрасли Которые знают, как это устроено И могли бы об этом рассказать Расскажите, мы с удовольствием выслушаем Вашу экспертную точку зрения Да, и тут Домброва, депутат Сейма От нас с объединения Высказался по этому поводу Ну не упустил возможности, наверное, высказаться По этому поводу, учитывая, что в новостной ленте Появилась как раз информация о памятнике В непривычное время, не 9 мая Начали об этом говорить Ввиду того, что были названия изменены в Google Maps Домброва сказал, переименовали памятник Не пора ли его снести И вот развернулась дискуссия в социальной сети А мы сегодня говорим об этом с вами Слушаем вас Алло, добрый день Да, здравствуйте Алина Владимир Конечно, вы мне скажете, что не по теме И так далее И все-таки Вот вы упомянули 40-й год Латвии И мне пришло в голову позвонить и прочитать одну фразу Это я вырезала из газеты, где идут на какой-то день Разные события И мне показалось, что это как кальку можно наложить В какой-то мере на 40-й год Значит, что там написано в газете было 1520-й год Убит Монтесума II Последний вождь ацтеков После захвата в плен к Ортесам Он призывал покориться испанцам За что и был убит восставшим народом Спасибо, что вы услышали Спасибо вам Не совсем понял вашу аналогию Но спасибо Здравствуйте, как вас зовут? Меня Петр прозовут Да, слушаю вас Ну, я не злюсь на высказывание Домбру Меня это просто забавляет Это беспомощная злоба Он скулит просто Потому что не может ничего изменить и сделать Как же так? Он хозяин в Латвии А тут такой памятник Ему глаза мозолит Ничего, пусть помозолит Спасибо Спасибо вам 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефона прямого эфира в нашей студии Звоните И звоните из-за рубежа Кот Латвии плюс 371 Да, мы слушаем вас Здравствуйте Мы вас очень плохо слышим Вроде бы еще Петр Первый завоевал Эти территории И деньги заплатил Шведы получили деньги Здесь получили независимость А деньги где? Что бы мне объяснить? Кстати, памятник Петру Первому В Юрмале появился сегодня ночью Да, можно спросить У Петра У Петра, да 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Здравствуйте Как вас зовут? Добрый день Добрый Ну вот я Вадим, только не прерывайте Я скажу такую вещь Я смотрел украинскую программу Чисто украинскую И вели ее чисто националисты И они делали передачу В Эстонии По Нарве С русскоязычными И там я очень внимательно смотрел Эту ситуацию И как там сравнивал с Латвией Там шел разговор о 2014 году Эстонцы сразу поменяли Как бы они сами заявляли в передаче И объясняли, что они как бы меняют свое отношение К русскоязычным В Латвии все наоборот начали Они начали ужесточать И разделять общество То есть все наоборот Это я украинскую чисто националистическую Без всяких подтекстов Националисты там снимали Да, спасибо вам Ну, кстати, в Латвии была попытка В общем-то, да Со смехом, конечно, об этом говорю Попытка со стороны государства Что-то сделать в отношении русскоязычных И, в общем-то, там расширили блок Например, на ЛТВ-7 русских программ Сделали русское вещание Ну, на этом, в общем-то, все инициативы И ограничились Ну, какая-то декларация того Что надо бы Вот у нас столько людей живут И они находятся в подчинении Другого информационного пространства То есть российского надо как-то все-таки Это же наши люди Ну, какая-то коробка Попытка была Быстро все это, конечно, закончилось И националисты там тоже постарались Но, наверное, это плата за нашу политику Потому что я не питаю иллюзий По поводу интеллектуальности Нашей латвийской политики Она достаточно примитивна Особенно, что касается национального вопроса Это такой самый простой эмоциональный способ Разделения общества В общем-то, никуда он от нас не уходит Потому что ничего другого Мы, по большому счету, за 30 лет не придумали К сожалению Но эстонцы, они умнее, наверное Может быть, не умнее А может быть, просто они нас опережают И нам нужно пройти какой-то свой путь Для того, чтобы их уже теперь догнать Потому что во многих сферах жизни Они нас уже опередили Но, в конце концов, вот мы всегда искали свою Nokia Помните, вот когда была Ну, правда, Nokia потом Когда смартфоны появились Постигла не очень такая судьба хорошая Ну, тем не менее, как-то выплывает Эстонцы изобрели Skype Они вообще в передовике В плане каких-то IT-технологий Ну, а мы, в общем-то, носимся со своей национальной идеей И пытаемся ее как-то сделать, не знаю, там, национальной Послушать риторику нашего министра культуры Пунтулиса И еще ряда министерств и ведомств В общем-то, довольно грустно становится Ну, наверное, нужно, в общем-то, как-то с этим как-то надо Просто, может быть, стоит подождать Сколько, не знаю Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день А вот мирно никак не живется Все ковыряют, ковыряют Что-то хотят расковырять Поджечь, разжечь Вот я хочу вам сказать Насчет того, что вы говорите Советский Союз репрессии там проводил Я хочу сказать, чтобы подчеркнуть, что это интернационал был И очень хорошо там поучаствовали сами латыши Вот когда мою семью Отца двух братьев расстреляли У него кузницу отняли, землю отняли, все Они никогда не сказали, что русские или советские Они говорили так Свои издевались То есть национальные кадры, да И они очень хорошо во всем Советском Союзе в верхушке сидели, да И вот плачут Ай-яй-яй, вывезли Да сколько тысяч здесь отсюда латышей вывезли Вывезли русских и евреев и староверов И вывезли Да, кто-то, многие вернулись, да Погибли, умерли Так и просто так люди умирали А здесь на месте никуда не вывозя Сколько для сравнения, сколько уничтожили Больше сотни тысяч человек уничтожили, да Надо сравнение и все И надо остановиться И надо повернуться к миру, мирно жить Вот к чему я призываю А не колопать историю там этих какашек Спасибо Спасибо, но если справедливости, конечно, это не национальный вопрос Это вопрос системы, которая была И, в общем-то, когда система созданная поощряет Или там проповедует Или даже, ну да, поощряет, скорее всего, репрессии То понятно, что там все попадают в эту мясорубку В общем-то, и есть там представители каждой национальности Вообще, мне кажется, говорить о том, что это сделали русские, тоже неправильно Потому что, ну, русские часто становятся неким обобщением Потому что, если мы смотрим, как воспринимают за рубежом Например, территорию России и бывшего Советского Союза Например, в тех же американских фильмах Это сделали русские Хотя там могут быть грузины, украинцы, не знаю, там, латыши, эстонцы и так далее Просто это такое некое обобщение Но это, конечно, не национальный вопрос Это вопрос системы, повторюсь Потому что кто-то, Сталин что, русский, что ли? Нет, Сталин грузин Ну, мы же не говорим, что это грузины Ну, советская система Поэтому, да, я с вами же оглашусь отчасти Но я бы не перекидывал все, вот, русские, латыши Там все поработали Но, в общем, система, она была советской И эта советская система ответственна за то, что происходило Потому что она это позволяла и поощряла это делать Здравствуйте Слушаю вас Добрый день, Александр Да, Александр Я полностью согласен с предыдущей слушателем И Алина тоже молодец Так что, да, я тоже по историческому вопросу хотел бы сказать Вот вы говорите, что было срежиссировано Ну, зачем же вы подтасовываете факты? То есть, Виллис Лацас, это, значит, он режиссер был, да? Он все там, речь свою произносил И было... Он сотрудничал с советской властью Ну, что он, коллаборационистом он был С лишним депутатов И все шесть раз вставали, аплодировали весь зал ему, да? Ну, смотрите, сколько раз Сталину аплодировали Ну, слушайте, ну, это не показатель Ну, есть некое... Это заседание Сейма Какой Сталин? Да я вам говорю, что когда есть система На которой все аплодируют Ким Чинына, возьмите Вон там все аплодируют чиновникам И шесть раз, и десять И плачут, когда он там проходит Про систему, да? То надо все-таки быть объективным И рассматривать то, значит, ту ситуацию В рамках той политической обстановки Которая тогда была Что же вы вырываете из контекста? Ну, слушайте, ну, это все можно оправдать Ну, Гитлера давайте рассмотрим тогда Ну, подождите, Александр Давайте рассмотрим Гитлера В рамках той политической ситуации Которая была Ну, я вам не докажу Ну, что, нет, ну, подождите Вот что вы уходите от ответа Гитлер продукт того времени Вот тогда была такая ситуация А Виллис Лацис продукт какого времени? Ну, Виллис Лацис продукт той системы Он стал коллаборационистом Он работал на тот режим Ну, что он говорил, да? Это ложь, да? Ну, что-то он говорил, наверное, правду Я не знаю Ну, слушайте, ну, Александр, ну что Вы сейчас все говорите правду, что ли? Что-то опускаете, да? Что? А что-то вы выпящиваете Ну, что вы, Ходин? Ну, скажите, вот, объясните мне Что, что Виллис Лацис конкретно? Если вы не понимаете Вы сказали, что было срежиссировано Это ложь Ну что, ну вы что, серьезно думаете Что Латвия демократическим путем Вступила в состав Советского Союза В 1940 году, что ли? Я считаю, вам еще раз поясняю Что в рамках тех законов Это было вполне оправданно и законно Не, ну можно просто сделать Как, например, с Крымом И будет все в рамках тех законов Которые есть в России Это все, так сказать, рассматривается В контексте юридических правил Так сказать, и законов Ну, вам, например, западные юристы Скажут, что это аннексия Российские скажут, что это воссоединение Ну и в рамках каких вы будете Это рассматривать? Значит, по поводу второй оккупации Ну подождите, Александр Не уходите от ответа Я ему вопрос задал Ну я же вам сказал, вы не понимаете Нет, ну подождите Вы начали этот диалог Я вас спрашиваю Как вы будете рассматривать историю с Крымом? Вот вам говорят юристы, что есть нарушение Международного права С одной стороны А с другой говорят, нет нарушения Международного права Это воссоединение и историческая справедливость Какие юристы? Где? На Западе У кого угодно Спросите, вам скажут, что это аннексия На Западе было сказано Что не было никакой оккупации Я вам про Крым говорю сейчас, Александр Вы мне объясните, как вы это воспринимаете Про Крым, пожалуйста Есть право нации на самоопределение То есть можно просто прийти и забрать кусок другой страны, да? Это первое Второе Есть прецедент Косово Косово не стало Не было, кстати, присоединено ни к одной стране В отличие от Крыма Ну при чем здесь присоединено? Ну что, ну у вас Ну даже если нации на самоопределение У вас берут кусок и присоединяют к другой стране Это что? Это аннексия, как минимум Так Косово не было автономии Она не имела права там, так сказать Присоединяться куда-то А Крым имел Вполне Почему он имел это право? Он был территорией другой страны Он просто право юридическое имел Как автономия, так сказать, принято решение о присоединении Хорошо, Александр Что вы хотели сказать еще про оккупацию? Или что вы там хотели сказать? Да, заканчивайте мысль Большое спасибо, что выслушали Значит, второе Значит, по поводу второй оккупации Если будет Если вам известно То сразу же После 45-го года Началась холодная война И объявил об этом Трумэн, сбросив Так сказать И Черчилль Сбросив атомные бомбы И на Хиросику И на Гасаки Кроме того Был принят план Маршала В котором было четко И ябленно Была еще фултонская речь Черчилля Да, но это было уже после бомбы Да, да, да Кроме того Был принят план Маршала Условием которого Было для западных государств Чтобы они перетряхнули Все свои правительства И убрали оттуда коммунистов Что и было сделано То есть А что же вы хотите В этих условиях Чтобы Советский Союз Бросил все И ушел Со всех стран Восточной Европы Это было бы самое Александр Мы не отключали вас Поэтому если вы хотите Закончить свою мысль Несмотря на то Что вы и так уже Вышли за рамки Регламентированного времени Можете перезвонить Да, здравствуйте Мы слушаем вас Да, просто я не выдержу Позвонил Потому что мне когда ведущий Сказал что вы считаете В сороковом году Латвия демократическим путем Вступила в состав Советского Союза А я хочу ведущего спросить А демократическим путем Сейчас Латвия существует Когда Кстати Следующий год 1 июля Будет ровно юбиле 30 лет Статуса негражданина Ну понятно Но есть у нас проблемы С негражданином Нет Это демократическое Избранное Слушайте У вас как в сорок Слушайте Вас в эти В теплушке Не помещают сейчас Семьями И в Сибирь Против вашей воли Не вывозят Нет Извините Да Но так понятно Что есть проблемы Я об этом говорю постоянно В Латвии И статус неграждан Мне дали право Натурализоваться Но чтобы пройти натурализацию Я должен Причитать Их историю Как они трактуют А это значит Самому себе Плюнуть в морду Ну не плюйте Оставайтесь со статусом Негражданина Вас никто не высылает Из страны А это есть геноцид Ну какой геноцид Слушайте Ну правда Вот когда начинаете Про геноцид Вы просто берете сейчас И таким образом Обесцениваете трагедии Которые происходили в мире Обесцениваете Холокост Обесцениваете то Что происходило в Руанде Какой геноцид Есть проблема С правами человека Это никто не отрицает У нас есть проблема С демократией И ни в коем случае Не обеляю Но никакого геноцида В Латвии нет Есть ущемление По ряду прав Можно идти натурализоваться Моя мама тоже не гражданка Она не идет и не натурализуется Потому что считается Что она никому ничего В этом смысле не должна Это ее позиция Я ее уважаю Но это не геноцид Никто не приходит Не берет Не сажает в вагоны Для скота И никуда никого не выводит Ну правда люди Ну давайте как-то Не будем обесценивать А то уже геноцидом У нас все что угодно Начинают называть На русском не обслужили В магазине Это геноцид Ну например Это хамство возможно Наш я слушатель Поднял проблему Отсутствие демократии В данном случае В институте негражданства Эту проблему поднимают В том числе и в Европе И Европейский суд Вернее да Европейский суд По правам человека Рекомендации давал Латвии То есть по этому поводу Да он Но в целом Не было никакой реакции На эту тему Мне кажется Что так тоже нельзя говорить Но вас в теплушке не сажают Поэтому радуйтесь тому Что есть Нет Я просто имею ввиду Что конечно Это проблема О которой мы постоянно говорим И конечно Это проблема Которая Ну достаточно серьезная Я имею ввиду Что когда люди Начинают говорить о геноциде И начинают сравнивать Проблему неграждан С репрессиями Или там С какими-то Когда людей Просто брали Приходили И отправляли В Сибирь И выбрасывали там В лесу Вот это Это действительно страшно Здесь это проблема Страны Которая Я не обеляю У меня абсолютно Нет иллюзий По поводу Нашего государства Нашего правительства Нашей власти В общем-то Я об этом тоже В эфирах наших Постоянно говорю Но мне кажется Нужно быть справедливым Когда ты говоришь О том Что это геноцид Или сравниваешь Это с трагедией Сороковых годов Когда людей Я уже повторюсь Просто в лагерят Или на поселение Высылали Ну это две Несопоставимые вещи Вот к этому я веду Примем еще звонок У нас их много Здравствуйте Здравствуйте Вот вы говорите Геноцид Магазинный геноцид А как назвать Так У меня Мой случай Получил травму Позвоночника Ночью вызвал Скорую Приехала Скорая И старшая Говорит А я не обязана С вами На русском Разговаривать У нас Нет таких Полномочий И так далее И все А я говорю Мне нужен укол Сделайте Посмотрите Что у меня У меня был перелом Потом позвонка Выяснилось Нет Я не буду с вами Говорить Вам не помогли Скорая помощь По национальным вопросам Обращайтесь В бюро Там есть Служба Они обязаны Это медицинский геноцид Но вам не помогли Вам не оказали Медицинскую помощь Или оказали Но не разговаривая С вами Помощница Помощница Мне сделала Укол Уже Супруга Упросила Позвонила Голезер Там Старший Извинялся Потом За это Ну как Это называется Это называется Свинство Возможно Это называется Хамство И есть Определенные Учреждения Которые Этим занимаются То есть Можно Пожаловаться И там Врачей Достаточно Серьезно Наказывают Если выясняется Что Они Не оказывают Помощь Человек Который В этом Нуждается Тем более Если это Делается По национальным Вопросам Я не исключаю Что такие случаи Есть в нашей Стране Потому что Наверное Свойственны Человеческой Природе Иногда И такие Проявления Конечно С этим Надо бороться Об этом Надо говорить Эти вопросы Надо поднимать И такого Нельзя допускать Но если Повторюсь Вам не оказали Медицинскую Возможности Для того Чтобы пожаловаться И в общем-то Чтобы требовать И компенсацию И извинений Ну и в общем Там есть целый протокол Ну тут важно Просто мне кажется Не обобщать В данном случае Очевидно Что это очень Эмоциональная Такая история Которая произошла Но надо понимать Что у хамства У свинства И у такого Ненавистного Отношения к людям Нет национальности И среди латышей И среди русских И среди людей Других национальностей Встречаются такие люди Может быть Чересчур Националистически настроенные И они вот могут Так себя вести Важно тут Конечно Не скатываться В обобщении А понимать Что это все-таки Такой субъективный опыт Да он неприятный И если это действительно Произошло вот так И вам могли не помочь И это был риск для жизни То вы можете обратиться И мы надеемся Что таких людей Будут наказывать Да Ну здесь я бы всегда Рассматривал эту ситуацию В контексте Потому что вопрос Что возможно вы Сказали этому человеку Может быть из серии Что ты со мной говоришь На этом языке Говори со мной по-русскому И могла быть Эмоциональная реакция Я такого тоже не исключаю Мы часто воспринимаем ситуацию Глядя со своей колокольни Смотрим Вот допустим Нам нахамили А почему иногда нахамили Иногда вот если Начинаешь задумываться Может быть Были причины Хотя это не оправдывает Одно не оправдывает Другое безусловно Но люди в общем-то Существа эмоциональные И такие срывы тоже бывают Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Ну позвонил Значит вот смотрите С дозой вы начали Памятник Геноцид Коллаборационизм Украина И причем Вы ведущий Вадим Как бы расширяете Эти рамки Вот не против Вы были разговаривать С Александром Вот давайте Один вопрос Хотя бы возьмем Вот эта дефиниция Вот вы сказали Коллаборационизм Это вы сказали Вот Вайдера Она не коллаборационистка Если ее с Латасом сравнить Ну коллаборационистка На мой взгляд конечно Махровая То есть просто Клейма ставить негде Но спросите У националистов И всех наших Уропатриотов Ее же никто Не назовет Коллаборационисткой То есть что такое Коллаборационизм Это человек Меняющий взгляды В угоду ситуации Вот я Не хочу вас обижать И Анну в том числе Но вы для меня Конформисты Как минимум Уже склонностью К коллаборационизму Но это я Значит со своими Видениями там В жизни неправильными Да И вот еще раз Вайдера Это значит Доблестный член Нашего Значит Эстеблишмент Это махровая Коллаборационистка А Рубикс Это значит Ну Какой тут эпитет Найти Который не менял Своих взглядов Так вот если вы Сами Сороковой год И присоединение Латвии Вы вспомнили Значит Насистенно Якобы Хотя тогда Те люди Которые это делали Они не меняли Своих взглядов Они придерживались Одних и тех же Убеждений И уже дальше Надо копаться в истории Кто хотел Кто не хотел И так далее Ну и про Крым Я вам тоже могу Вам ответить Но чтобы не занимать Долго времени Я вот хотел сказать Хотя бы по этому Узкому моменту Чтобы не распыляться Да спасибо вам Спасибо вам Владимир Да Еще несколько минут У нас остается до конца И мы еще успеем Принять ваш звонок 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звонить нам Можно также Ватсап нам написать 230-6191 Да Ну я хотел бы ответить Что действительно Альфред Рубикс Человек Советской системы Который не Изменил Своих взглядов И он за это На мой взгляд Заслуживает уважения Потому что Когда Все быстро Переобувались в воздухе Там бывшие Главы ЦК Компартии Латвии Или там Обкомов Райкомов И так далее И тому подобное Быстро меняли И сбрасывали партийные билеты Которые у них были Которые в общем-то Их удовлетворяли И вполне их В том числе Материальные потребности Рубикс этого не сделал И Рубикс При том что Я скажем так Как наверное Наши радиослушатели знают Несторонник Советской системы Я уважаю Альфреда Петровича За то Что он остался тем И был верен И остался верен И сидел в тюрьме Восемь лет Если я не ошибаюсь Именно не изменив Своих взглядов на жизнь Это заслуживает уважения Что касается Товарищей Которые до сих пор Некоторые в Сейме сидят Да Просто Ну да Они быстро переобулись И сказали Что да мы не такие На самом деле Я слышал Кстати Артиса Пабрикса Когда он Ну он довольно молод был В советское время Поэтому сложно назвать Тем что он там Был коллаборационистом Но он мне рассказывал Что он боролся с системой Он рисовал Контронезависимой Латвии В тетрадке своей На уроке математики Если не ошибаюсь Ну возможно такое было Потому что в семьях Скорее всего Это обсуждалось И такие В общем-то Проявления у детей Тоже были Но это одна история Я думаю Что некий идеализм Он как бы В общем-то У людей Которые хотели Вернуть свое государство Он мог присутствовать А вот те товарищи Которые сидели В компартии Весьма неплохо И потом вдруг Быстро поменяли ориентацию Учитывая Что ситуация менялась Вот на мой взгляд Это конечно Типичные коллаборационисты Ветер подул Они поменяли В сейме сидят Некоторые там Главы райкомов Не знаю Ну и так далее И тому подобное Поэтому Альфред Рубикс В этом смысле Человек Который себе не изменил Даже при том Что там С ним идеологически Могут расходиться взгляды Я считаю Конечно Крепкий Как говорили про Абеля В фильме Шпионский мост Крепкий мужик Пора нам заканчивать На этом Спасибо Что вы были с нами Эфир подготовлен В рамках Общественного заказа С на местных с Неппл Спасибо вам Всего доброго И до свидания